так господа доброго дня сегодня такое коротенькое видео будет с руки по поводу промывки клапанов ванаса на 46 моторе значит клапана снимаются держатся вот этими скобами снимаются коннекторы откручиваются скобы вытаскиваются аккуратненько вращательными движениями чуть отверточки поддевал вытаскиваются клапана теперь сами клапана клапана вот они пепельницу уберу это некрасиво вот как проверить что клапан засрат или не засраты но внешний вид мы увидим в принципе внешний вид у него ну так как бы чистенько да вот но в этот мотор я заливал ликвимулевскую промывку свою любимую я сменил масло я залил сам олеген то есть принципе мы можем предположить что это результат промывки теперь самое главное как проверяется клапан клапан резко трусится вот как бы вот появляется легкий стук вот если слышно его ну вот еле-еле чистый клапан должен стучать ну гораздо легче проще там внутри как будто легко болтается шарик оба клапана такие значит сейчас принято решение их слегка промыть я для этого использую промывку ликвимулевскую вот такую которую я использую для промывки форсунок у меня еще осталось значит схема сейчас будет какая я заливаю промывки в чашку клапана отмокают минут десять-пятнадцать потом на них подаю кратковременно 12 вольт чтобы они чуть-чуть по ходили пошатались вот и дальше они продолжают киснуть то есть такая относительно щадящая промывка свои клапана на своей 46 46 мотором я мыл используя стенд для промывки форсунок как помните по предыдущем видео он у меня с программным управлением с компьютерным соответственно я мог дать ему какой-то импульс на открытие вот но здесь я думаю что мы обойдемся просто кратковременными 12 вольтами ну что ж продолжим скоро я залил жижу но уже чуть начинает темнеть вот но давайте учитывая что тазик перед этим был чистый для чашка я заливаю жижу все засекаем время минут 10 15 не киснут и дальше будем 12 вольтовым импульсом их кратковременным домывать по результату я думаю получится этот же фокус как на моей машине посмотрите на цвет жидкости то есть ну как минимум это точно не безделие вот по тому цвету и осадку который выпадает в итоге так но она все покисло теперь у нас есть специально обученный компьютерный блок питания и начинаем смыкать один сейчас второй потом еще немножко по киснет повторим мы посмотрим я проделал знать все процедуры по кис еще немножко еще чуть пополоскал вот сейчас покажу они начали звучать вот ну пока не тут еще киснуть немножко рассказываю обязательно меняем вот эти резиночки это зеленая колечка маленькая которая становится вот сюда вот его код и черные колечки крупные которые становятся вот сюда иначе если туда будет течь будет но жутко неприятно значит но мы видим они стали чище да без лака вот теперь звук сейчас попробую даже со вторым поднести его к микрофону сегодня работаю с телефона вот это вот звук чистого исправного клапана ну насчет исправного мы видели что он щелкает вот это звук чистого клапана сейчас я их протру наверное продаю воздухом чуть просушу потому что этот сольвент в масло ну нежелательно чтобы он попадал вот она собственно цвет жидкости вот и смотрим видно теперь вон какой осадок остался но я еще буду сливать еще покажу этот осадок собственно как и обещал я слил остаток жидкости и вот он тот осадок который остался вот он я думаю что процедура проделана абсолютно не зря хуже точно не будет всем удачи